Здравствуйте, дорогой отец Сергий! Спасибо, что согласились на встречу. Для нас интересно и важно слышать Ваше слово по разным моментам. Слава Богу, что вы можете с духовной точки зрения говорить про разные какие-то моменты жизни и внутреннего человека, и внешнего человека, потому что мы живём и во внутреннем, и во внешнем мире. Апостол Павел говорит, что вначале душевное, а потом духовное. Вы являетесь духовником монастыря, женского монастыря, и говорите о молитве, о древней практике молитвы, о духовном делании. И вот я хотел бы, чтобы вы немножко прояснили, а как в жизни человека сочетается душевное и духовное? Как взыскуя духовного и общаясь в общем-то в общежитийном монастыре, как не сформировать эти какие-то привязки, которые где-то мешают движению к духовному, но в то же время не остаться, не превратиться в сухаря, в фарисея, в такого? Я думаю, что в человеке всё должно быть гармонично. Мы же созданы телесно, душевно, духовными. Это от Бога нам всё присуще. И нельзя сказать, что были древние секты, которые рассматривали тело как темницу души, как врага нашего спасения. И в то же время, например, святые отцы иногда сравнивают тело с осликом, который везёт нашу душу в Царство Небесное. Ослика недокормишь – сдохнет, перекормишь – сбесится. То есть культура отношений с телом должна быть, коль мы созданы в формате души и чувств, и эмоций. Это тоже нам всё присуще от создания. Просто сатана всё это извратил. Он паразитирует на том, что Бог нам дал. Иногда сатану называют обезьяной Бога. Он всего лишь обезьянничает. Он не имеет творческого начала. Он всего лишь паразитирует на этих силах души, извращает их, как-то коверкает. Поэтому и душевное нам присуще. И тем более духовнику, который общается с народом, нужно оценивать глубину духовного погружения этого народа. Нельзя с каждым говорить на уровне исихаста созерцателя. Каждого своя мера. Но, с другой стороны, нельзя и остаться только на этом уровне, на душевном. Всё-таки мы призваны совершенствоваться. Я часто привожу слова Священного Писания. Царь Давид говорит такое понятие, как «сердце глубоко». То есть он делает разграничение между внешним сердцем и глубоким сердцем. Внешнее сердце — это сердце чувств, эмоций. А вот духовное сердце — это нечто другое. И поэтому, когда люди пытаются заниматься сердечной молитвой, глубокой молитвой, им тут надо сразу разграничивать понятие. Ни в коем случае не опираться на эмоциональность. Часто бывает, что люди, которые приходят в церковь, они ещё не знают вот этого состояния глубокого сердца. И они опираются на добрые эмоции. Но эмоции часто, даже добрые, лишают нас рассудительности, трезвости. Чем более эмоциональный человек, тем более он невнимательный. Хотя эмоции же для чего-то нам Богом даны. Всё должно просто быть гармонично. И вот духовник должен как раз чувствовать эту меру. Меру тела, мера души, мера духа. Ну вот вопрос я задал несколько так, теоретично, но в практической плоскости это про то, что вот правда, человек пришёл в храм, и его тут не ругают. Здесь вкусно пахнет, замечательно поют. Батюшка говорит добрые слова и даже где-то жалеет. Возникает ощущение, что вот, слушайте, ну вот я и дома. Вот, наконец-таки, там, где-то там, муж, который иногда выпивает, или там где-то какие-то проблемы, а здесь так хорошо. И, в общем-то, у человека возникает такая вот иллюзия того, что вот я пришёл, и мне вот как-то вот, ну, мне так миленько, мне так хорошо, и, собственно говоря, вот я в этом благом состоянии и буду всё время. И когда возникают какие-то, ну, к нему требования, да, или когда всё складывается не по его пониманию комфорта, то, ну, получается какое-то недовольство, что, послушайте, ну что же это вы, не такой какой-то добрый, как я хочу, как я ожидаю. И понятно, что вот человеку, вот когда у него возникает такой душевный дискомфорт, хочется сказать то, что, ну, знаешь, возьми свой крест и немножко попробуй-ка ты подтянуться за Христом, а не только за своими ощущениями благополучия. Но возникает такой момент, то, что не сами ли мы дали ему этот комфорт, не обеспечили мы ему эту иллюзию душевного такого благополучия и тем самым сформировали какой-то вот такой вот, ну, какой-то идол внутренний. И вот тут как… и тогда, когда мы говорим о духовном, это какое-то как оперативное вмешательство получается. Человеку больно, человеку не хочется этого. Как вот это вот совместить? То, о чём вы говорите, это было в Евангелии, когда люди сначала пришли ко Христу на тему умножения хлебов, возвращения зрения, здоровья и самой жизни, в надежде возвращения своей национальной идентичности, что, наконец-то, мы будем свободны от власти римлян. И вдруг они слышат слова Господа о кресте, и, как им говорит Евангелие, и после этого многие перестали за ним ходить. Эта тема крестоношения неудобоварима, но всё-таки многие перестали за ним ходить, но всё-таки остались. Сначала горстка, а потом первые века христианства. Эта религия живёт вопреки всему. Просто эту религию уничтожают, а она множится. Наверное, даже какое-то мистическое действие было. Харизма вот этого первого нашего христианского народа. По поводу... Но те люди, которые приходят на первых восторгах, конечно, многое зависит от нас, от духовников, от священников. Мы не должны создавать иллюзию какого-то комфорта, благополучия. Кстати, я когда первый раз поехал в Америку, у меня был такой стереотип, что Америка совершенно лишена церквей, темы религии. И вдруг я в Америке вижу очень много протестантских церквей, но я уловил такое отношение у них с Богом. Мы будем в себя верить, но ты не мешай нам жить. То есть там тема креста как-то не вписывается в их христианское мировоззрение. Это зависит от духовника, от того, кто принимает в церковь этого человека. С другой стороны, я думаю, вот эта идиллия будет недолго. Все равно, естественно, они где-то наткнутся на человеческие отношения в церкви. Они вот первые иллюзии, вот эти восторги даже от священника пройдут, и они вдруг увидят в нем отчасти человека со своими слабостями, какими-то шероховатостями. Им придется это пережить, принять, проглотить. И преобразить свое отношение даже к духовнику. Потому что, во-первых, не каждый может иметь святого духовника. А во-вторых, я бы сам себе задал вопрос, ты действительно достоин святого духовника? Или тебе просто нужен кто-то построже, кто бы тебе напомнил о твоих недостатках, о твоих грехах? А может быть, иногда я просто всыпал бы. Потому что вот это вот... Меня иногда спрашивают, я волю судьбы, я всегда искал людей духовных, потому что мне была интересна тема молитвы, духовной жизни. Много раз на Афоне, больше сорока раз. Эссекс, Англия, Сафронисахрова монастырь, Аризона, старец Ефрем еще был жив. Меня всегда спрашивают, а о чем ты с ними говорил? Я говорю, знаете, вот в такие моменты, перед такими людьми, мне просто хочется молчать. Единственное, чтобы я сказал, можно я просто возле вас побуду? Потому что все мои слова, ну вот в этот момент перед святым человеком, кажется, такой глупостью, во-первых. А во-вторых, я боюсь, что он меня навстречу спросит. Ты меня спрашиваешь о чем-то глубоком, а ты элементарно это исполнил. Иди выучи урок первого класса, потом придешь и будешь меня спрашивать дальше. Батюшка, а что такое вот, как это быть духовником? Какая главная задача? То есть вот ты любишь, ты к этому так, к этому так. Знаете, любить может и не духовник, и даже нерелигиозный человек может любить. Мы знаем много примеров нерелигиозных людей, которые жили высоко нравственной жизнью, или людей других религий. Утешить может, опять же, не только духовник. Вот, кстати, я категорически, как-то мне не ложится на сердце, когда духовника воспринимают как психолога. Это категорически не психолог. Это может быть психолог отчасти. Духовник не передает информацию, духовник не утешает. Ну, хотя все это присутствует отчасти, но это не главное. Духовник должен передавать Дух. А чтобы передавать Дух, нужно быть наполненным. Вот евангельский момент, когда Господь так строго говорит, фарисеи, лицемеры, вы готовы обойти весь мир, чтобы приобрести себе последователей, а когда вы их обращаете, вам им нечего передать, потому что вы занимались только хождением и проповедью, но вы не занимались наполнением собих себя ни информацией, ни словом, а духом вы не жили духовной жизнью. Поэтому люди откликаются на ваше духовное слово, но потом они разочаровываются и упоят, потому что они не получают от вас Духа. Духовник должен передавать Дух. И знаете, хорошие отношения духовника и послушника, они могут быть вообще без слов. Как вот к Пимену Великому пришел послушник и говорит, отче, что мне делать? Да ничего, просто будем рядом. Что я делаю, то и ты. Человек невольно перенимает Дух рядом со святым человеком. Так же, как, например, с плохим, с развращенным человеком. Можно и не вести бесед, но ты перенимаешь его Дух, отрицательный, отвратительный. Поэтому мы должны бегать от плохих сообществ и от плохих людей сторониться. Даже в несогласии, если мы будем рядом, все равно нас это пачкает. А святость, наоборот, трогает наше сердце. Пачка, есть разница? Вы различаете для себя духовник и духовный отец? Или это какая-то такая схоластика для вас? Знаете, пока я не занимался монастырем, конечно, для меня у меня более узкое мировоззрение духовное было. Сейчас, конечно, я шире вижу эти вопросы. Наверное, с приходским священником не получатся вот такие отношения, как в монашестве, старец и чадо. Вот на святой горе Афон по сей день сохраняется вот эта традиция духовная. Старший в келье, его зовут Геронд. Он может быть не преклонного возраста, но он, Геронда, к нему относится как к старцу. Не по его, может быть, даже духовному состоянию, а по отношению. В монашестве это, вот это есть, потому что в монашестве человек приходит не в стены монастыря. Изначально всегда было. Появился Антоний Великий, люди увидели его духовную жизнь, его результат, и пришли на... Главное отречение от мира, это отречение от своей воли, монашеское. Это первое. Вот даже Иосиф Исихаст, великий святой XX века, он говорит для некоторых такую странную фразу, для мирян удобнее Иисусова молитва, а для монахов выше послушание. Он даже послушание ставит выше Иисусовой молитвы. То есть это полное отречение своей воли. Как помните, вы ученик, отец Ефрем говорит, вы чего сюда пришли на Афон? Ну как? Молитве учиться? Нет, Зачем вы сюда пришли? Ну как? Стержать благодать? Нет, говорит. Вы сюда пришли научиться слушаться, послушанию. А тогда уже у послушливого уже все то... Все приложится, да. Все приложится. Я не верю в молитву противоречивого человека. И я не верю в отношения глубокие и искренние человека с Богом. Если он не смог выстроить это отношение послушания с духовником, он не сможет выстроить их и с Богом. Потому что с Богом нужно тоже полное отречение от себя, потому что Бог ждет от нас любви, а любовь предполагает самоотречение. И чем больше самоотречение, тем глубже любовь в этих отношениях. Ну, знаете, бабушка, я вот слушал ваши беседы, и вот у вас есть такая вот, две таких темы интересных. С одной стороны, тема креста, то есть, что крестом я проверяю, я цитирую вас, объективность своего духовного опыта. А с другой стороны, вы говорите, и не только говорите, вы очевидно творческий человек. И творчество, ну, по всей видимости, да, оно предполагает вот какое-то вот присутствие моего видения, моего представления какого-то, которое я хочу передать. Как это совмещается, да, то есть, вот есть некое представление о том, то, что если мы про крест, если мы про упразднение ради Христа, то тогда, слушайте, я хочу помолчать. Вот как вы говорите там, да, при встрече со святым человеком, будь ты. я вот просто тихонечко вот тут побуду в сторонке, а ты будь. И вот как ты будешь присутствовать, так и хорошо. И вот как это совмещается у вас вот с творчеством, с желанием все-таки как-то явить что-то? Ну, возьмем, к примеру, такую творческую личность, как Андрей Рублев. Ведь Андрей Рублев был и великим живописцем, и великим иссихастом. Он не мог быть не иссихастом, чтобы написать такое творение, как Святая Троица. Тут, знаете, опытно нужно пройти через точку умирания. Я говорю опытно нужно это прожить. Вот в практике умоления себя пред Богом ты умоляешь свое творческое начало, свое эго-я, и кажется, что вот она умаляется, умаляется, исходится вот в одну точку, за которой наступает умирание личности. Но опытно кто эту точку проходил, оказывается, за этой точкой идет расширение в другую сторону. Это точка преломления, как в спектре света. В этой точке ты умоляешься перед Христом, и потом через Христа, христоцентрично ты, твое творчество разворачивается уже во Христе в другую сторону, как вот белый свет проходит через точку преломления и разворачивается спектром радуги. так же наше творчество должно не умереть, а преобразиться, христоцентрично должно преобразиться. Если Бог творец, а мы созданы по образу и подобию Божию, то творчество для нас не греховно, оно даже естественно для нас. Просто после грехопадения наше творчество, как и все силы души, они заболели и сковеркались. И нам нужно вернуться в то состояние девственности нашей души, и тогда наше творчество, в какой бы области мы ни творили, оно всегда будет проходить в Духе Святом правильно, и оно будет прославлять Бога, и всегда вот даже в состоянии импрессион, даже вот оно будет работать без деталей, а вот одним впечатлением добрым, светлым и духовным. Просто вот мне слышится, что здесь получается где-то, ну тоже вы когда рассказывали про отца Ефрема Резонского, вы говорили про его смелость, то, что он смелый. И в действительности я думаю, что каждый человек, который хотел бы равняться на преподобного Андрея Рублева или вот на таких творческих личностей, он понимает, что слушайте, ну какой я Андрей Рублев, да, ну вот во мне что-то там поднялось вдохновение, какое оно, от крови, от плоти идущее, или оно идущее от духа, и то, и то, потому что я человек с плотью и кровью, и вот оно во мне есть, и я хочу к Тебе, Господи, я призываю Тебя, Господи, преобрази и сделай. Что потом выйдет? Наверное, там будут и мои ошмётки, мои какой-то самости, да, но Ты, Господи, будь, присутствуй и через мою немощь, вот как-то яви себя. Но вот, и, наверное, это где-то про смелость, о которой вы говорили, в связи с отцом Ефремом. Знаете, когда наступает смелость, она опять же наступает после точки разочарования в самом себе, и человек становится смелым не сам собой, а когда у него появляется великий покровитель, когда он упирается уже, я как-то уже много раз приводил пример, у меня такой случай был в тюрьме, я крестил заключённых, и вот оглашение происходит, они в ту сторону повернулись, дуньте, плюньте, поворачиваются сюда ко мне, я говорю, ну, ребят, вы попали. Они говорят, что такое? Я говорю, ну, вы сейчас поняли, вы на кого плюнули? На кого? Я говорю, ну, вы сейчас на сатану плюнули, публично, я вот свидетель, я говорю, ох, он вам теперь отомстит. И эти ребята, которые ничего не боятся, вдруг затоптались, им стало страшно, я говорю, да не бойтесь вы, вы теперь Христу присягнули, а Христос сильней, но если вы будете не со Христом, ох, он вам вспомнит этот плевок, тогда у вас теперь выхода нет, вы должны быть со Христом. И поэтому должна быть точка кризиса, точка разочарования в самом себе, как вот это вот очень точное понятие, которое Силан Афонский и которое Сафроний Сахаров повторил, стой на краю ада и не отчаивайся. Вот это не отчаивайся, это опирание на Христа, ни в коем случае это не твое, не твое мужество, не твоя сила, не твоя философия. Если ты на краю от ада не оперся на Христа, все, ты полетел вниз. Поэтому мера покаяния тоже должна быть, потому что чрезмерное покаяние может перейти в депрессию, в разочарование, в отчаяние, ни в коем случае. Вот-вот на краю ада, но там не отчаивайся. Вот в этот момент, когда ты уже ничто, когда ты ноль, в этот момент может прийти Христос. Пока ты нечто, Христос такая деликатная личность, Он никогда не вторгается насильно. Вот ты как понял, что ты ничто, и просто крикнул, Господи! Вот после этого Господи, и Он придет. А если, Бабюшка, человек вот оказался в ситуации, когда, а я все-таки, как апостол Петр, помните, обернулся на эти волны и начал тонуть. И он вовремя вот так вот, ну, не спохватился, Господи! Вот он тонет. Как помочь такому человеку? Да, то есть вот мы, говорим, ну, вот даже в Древней Церкви было такое, там, знаете, христиане как терапевты, как те, которые помогают исцелиться. Мы Господа называем целителем. Да, вот есть молитва, есть таинство, есть покаяние, то есть как человеку, который вот так вот попался в лапы отчаяния, все-таки повернуться ко Христу. Иоанн Златоуст говорит очень хорошие слова. Когда ты хочешь человеку говорить о Христе, спроси сначала, он кушал что-нибудь? И вот в этом случае, когда у человека большой кризис, трагедия, когда у человека большая боль, сначала нужно просто посочувствовать, утешить. В это время говорить о высоком, о каких-то богословских истинах, может быть, даже кощунственно и жестоко. нужно просто, наверное, просто посочувствовать человеку, согреть его, облегчить его боль. А знаете, из опыта я вот уже понял, что он потом сам спросит тебя. Вот священнику иногда и не надо вот навязчиво лезть со своей проповедью. Все равно же ты священник. И иногда ты вошел в жизнь человека совершенно с нейтральной темой какой-то, но ты все равно священник. И он увидел, у меня был случай в жизни, я сижу в автомобиле зимой и смотрю, идет по тротуару мужчина и вдруг как-то зашатался, раз, упал на снег и лежит. Люди мимо проходят, а он как лежал, так и лежит. Я выхожу из машины, подхожу его поднимать, а он вдруг раз глаза открывает, говорит, а я пошутил, я хотел проверить, подойдет кто-то, или нет. Вот ты один подошел, я к тебе в церковь приду. Я ему не успел еще о Христе рассказать, я ему никаких догматических истин еще не сказал, просто подошел. Так, наверное, был ангел. Не знаю такого вида бездомного. поэтому мы иногда... Я вот такой тоже смешной случай, я однажды молодым священником освящал роддом, и женщина лежит со схватками, я глупый, я пытаюсь ее утешить, я что-то ей говорю, я теперь понимаю, да она меня не слышала, ей было так больно, отойди ты от меня. Вот такая же ситуация была, я помогал, мы с супругой думали, то что вот, ну, как-то мы проходили, я хотел там быть рядышком, и нам рассказывали, там дыхание очень важно, я стою, так сказать, махаю, говорю, дыши, вот ей трудно, потом она смотрит, говорит, слушай, уйди, пожалуйста, по своей помощи. А потом я, когда осветил роддом, обратно шел, она уже родила, и она уже и улыбалась мне, она меня слышала. Но иногда бывают случаи, когда слово лишнее, а иногда бывают случаи, даже когда слово может быть кощунственное, бывают случаи такой трагедии глубокой, и что там даже лучше ничего не говорить. Смерть ребенка или смерть близкого человека, там даже вот, когда священник говорит проповедь, ни в коем случае нельзя сказать дежурное слово какое-то, мертвое слово. Лучше промолчи, просто поплачь с ними, не дай бог, только вот не скажи такое... Искусственно. Да, искусственно, да. Потому что, наверное, вот иногда для того, чтобы человека разбудить к настоящему, Господь попускает настоящую скорбь. И в этот момент, он прикоснувшись, человек к настоящему, твои хорошие, правильные, но искусственные слова, они отрикошетятся. Отче, а как вот вы думаете, вот мы говорим, человек вот в скорби или человек вот в таком каком-то запутанном состоянии, и бывает тут не надо умничать. А бывает такой момент, когда за человеком и молиться, не дерзать, или все-таки вот где мера того, за кого молиться, и как молительно пытаться человеком соприсутствовать, а где надо его оставить? Вот как помните, апостол Павла говорит, предайте его сатане. Что это вообще такое, и про нас ли это? Я не дерзаю эти слова толковать, потому что я бы лучше молился за всех и всегда, но без рассуждения, потому что вот через помыслы часто входит сатана к нам. И очень просто, поменьше рассуждений, просто помолился, исполнил свой долг, и все. Ну вот смотрите, и преподобный Силуан, да и многие отцы, вот это такое свидетельство, что молиться, и молиться за других, это кровь проливать. Да, то есть вот есть такая, какая-то молитва за других, когда, ну это труд, это ты становишься сопричастным в его жизни, и поднимать такого человека, это вот... Да вообще молитва труд, не только за другого. Вообще молитва это труд. Вот, вот, кстати, я вот только сейчас на Соловках говорил с отцами, я бы не хотел, чтобы у моих сестер в монастыре легко пошла молитва. Я даже молюсь, чтобы она у них не пошла быстро и легко, потому что это будет прелестная молитва, это будет не настоящая. Молитва должна пройти трудовой этап, она должна пройти пот и кровь, тогда это будет настоящая молитва. А это все вот восторги, фантазии. Некоторые приходят в монастырь с таким, с иллюзией вот каких-то таких западных фильмов о католических монастырях. Сидят монахи, монахини на зеленой травке, розовые овечки вокруг, а они крестиком вышивают и поют аллилуйя. Это неправда. Монастырь — это война. Я иногда даже говорю такие категоричные, может быть, слова. Православие — это больно. Православие — это страшно, потому что православие предполагает крест, а крест — это не украшение. Крест — это очень больно. А еще раз, почему крест — это все-таки мерило объективности духовного опыта? Ну, я опять же просто из своего опыта скажу. Знаете, у меня был случай, когда я служил в Божественной Литургии, вдруг Господь мне задает конкретный вопрос. Отец Сергий, вот все, чем ты живешь, о чем ты делишься с другими, тема Иисусова и умного делания, твои состояния, которые ты якобы переживаешь, ты на сто процентов уверен, что это объективный опыт, что это не разгорячение. И Господь ставит меня, например, в момент мученичества. Вот сейчас жизнь и смерть. Вот сейчас твоя голова с плахи полетит. В этот момент твой опыт останется объективным или вдруг он может дать трещинку и ты где-то внутри, у тебя раскользнет помысл, а стоит из-за этого, вот сейчас лишиться голове, а вдруг я ошибаюсь. И знаете, честно говоря, я не смог положительно ответить, что я, да, что я в таком состоянии объективности своего опыта. это была очень большая для меня, для моей гордости трагедия, а с другой стороны, это была большая благодарность Богу. Лучше я буду искренним, нелицемерным, даже потеряв какие-то якобы уже достигнутые состояния. пусть они лучше от меня отвалятся, как шелуха ненужная. Батюшка, после такого вот вам как с людьми-то общаться? Потому что мне представляется то, что, ну вот знаете, как-то, что когда ты вот через такое вот распятие своего, этого внутреннего человека прошёл, то потом вот как-то ты просто стоишь вот такой вот в этом, ну, я не знаю, в имени Божьем, да, что Господи, ты меня удержи, потому что я тону в этой необъективной какой-то вы знаете, батюшка, в болоте каких-то своих переборствий. Настолько мы больны глубоко, вот до самой мельчайшей клеточки, изъездленной грехом, что даже после такого опыта через пять минут ты можешь как свинья на свою блевотину, как пёс, вернуться. Вот старец Паисий, святогорец, приводил такой пример, очень показательный, очень хороший. Он говорит, однажды я в келье совершал своё правило, и вдруг меня осиял нетварный свет. И он говорит, я не помню, сколько я был в этом состоянии. Ни время, ни пространство, всё ушло. И когда я пришёл в себя, я, говорит, захотел пить и попил, захотел кушать и поел, а потом сел и заплакал. И сам себе сказал, Паисий, ты только что был в нетварном свете, и тебя тревожит сейчас, вот ты должен был забыть кушать, пить. Поэтому, вот, кстати, это опыт для тех людей, которые думают, что они вот на какой-то уровень поднялись, и они уже безопасны. Как по Силан Афонский, помните, он уже имел непрестанную молитву в сердце, и не был безоплачен от падения через гордость, когда духовник допустил ошибку и похвалил его. И потом он потерял благодать, и сколько ему пришлось плакать, болеть душой, чтобы вернуть эту благодать. Поэтому Господь так мудро все уравновешивает. Если ты предался Ему искренне, Он не оставит тебя в твоем тщеславии, Он через скорби тебя вернет, трезвую оценку о самом себе. Придут скорби, придут неблагоприятные времена, придет клевета, и ты вдруг увидишь, что ты далеко не святой, что ты жалуешься, платишь, оправдываешься, отвечаешь злом на зло, не любишь своих врагов. Ищешь, кто бы тебе пожалел человеческий. Оказывается, ты всего лишь человек, которого пытаются спасти Бог. Батюшка, есть ли разница между такой литургической молитвой и молитвой такой, когда вы один один на один и когда хрестоматийно говорят о том, что есть твоя личная молитва, келейная молитва, и есть молитва. Меня когда спрашивают, что бы вы посоветовали в Иисусовой молитве, что лучше всего, я всегда говорю одно и то же, божественная литургия. И многие сразу не понимают, молитва Иисусова ассоциируется с соединенной кельей, с темной, с маленьким стульчиком, с четками, и вдруг литургия, которая предполагает какое-то действие, такое. В чем суть? В Иисусовой молитве есть техническая сторона, но техническая сторона это второе. Самое главное, это благодать Божия. Без благодати Божией мы будем всего лишь буддистами, которые занимаются исканием нирваны, просвещения, которые опираются именно на техническую часть, на техническую сторону. Они надавливают на вот эти точки своей души активные и приводят себя в эти состояния. Иисусовой молитвы. В Иисусовой молитве главное это благодать, хотя и техническая часть присутствует. И поэтому на божественной литургии священник должен навыкнуть читать все время параллельно с текстом все время Иисусу молитву. А вообще если Иисусу молитву предполагают непрестанность, то есть молитесь непрестанно, если человек навык ее говорить накатал тысячу раз, миллион раз, она перешла из области логики в область интуиции. Логика живет своей природой, а интуиция как вот мы же не планируем свой вдох и выдох, мы просто дышим даже ночью. Иисусова, которая перешла в область интуиции, она живет, она даже может идти у бухгалтера, который занимается годовым отчетом. Ну вот вы рассказывали про банкира, который там подорван на силы. Да, поэтому молитва должна быть не на литургии, не в келье, ну, она должна быть всегда, в идеале. Поэтому мы ее должны в течение дня говорить устную, побольше, отвлекся, вернулся, отвлекся, вернулся, отвлекся, вернулся. Вечером должны иметь правила уединенные, когда мы сугубо ее внимательно должны читать. Но богослужение, если ты навык, она не мешает богослужебным текстам. Опять же, ты не теряешь ход литургии, читаешь иисусу молитву. Но это нужно навыкнуть к этому. А чтобы навыкнуть, нужно понудиться сначала. А как вам кажется, отче, вот вообще, ну, вот видите, сейчас, слава Богу, книжки переводятся, издаются. Вот тут у нас Афон, вот там у нас Аризона, вот тут у нас есть наш Валаам, Соловки. Вот происходит ли вот на земле русской какое-то возвращение или какое-то обращение вот к этому умному деланию? Или это все равно остается вот где-то такое, вот знаете, раз, 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 вот где-то такие вот какие-то среди пустыней оазисы небольшие? Я русский человек, и для меня это печально говорить, но все-таки мне кажется, мы отстаем. Все-таки на Афоне тысячи лет не было прерывания. Ну, хотя там тоже была цикличность, когда Паисий Величковский пришел на Афон, не нашел делателей, нашел книги, но я думаю, все равно где-то делатели оставались безвестные. Все-таки, конечно, почему сейчас такая, как открыли Афон, стала возможность ехать, почему с такой жадностью и наше духовенство, наше монашество, еще наши миряне, мужчины, поехали. что-то они там получали, ведь просто так бы не поехали. И кто-то ехал, съездив один раз, и вытянуло снова, и снова, и снова. Это не просто походить по Афонским тропам, с посажком, но раз, два, три, посмотрел все монастыри, и, наверное, этого уже достаточно, а люди тянутся за мистическим опытом, им хочется к этому прикоснуться, все-таки Бог это область мистики, не логики и не этики, это не область просто добра, любви вот в таком земном понимании, это все-таки мистика. поэтому многие наши интеллигенты, не находя в православии и мистике уходят в восточные культы, вот и жалко, что я бы сказал, не они уходят, а это мы их теряем, мы им не даем, и поэтому они уходят туда, не подозревая, что у нас есть все свое. Наверное, все-таки мы, русские, немножко отстаем, хотя мне, я говорю, я же русский, и я же принадлежу русской церкви, и для меня это печально, но есть немножко так. Но вот, отче, смотрите, я вот хотел такое немножко с другой стороны к нашим людям, что ли, подойти. Вот существуют и по земле русской, и здесь у нас тоже единая такая вот эта вот общность, да, существуют разные духовные учебные заведения, а есть и светские учебные заведения, где тоже вот факультеты теологии, кафедры теологии открываются, да, то есть вот что-то такое, где как-то есть попытка прийти к людям вот в их жизни, в их образовательной системе, да, вот у нас в Минске, здесь в Беларуси есть институт теологии белорусского государственного университета, и там мы готовим ребят по такой специальности теолог-религиовед, предполагая, что ну вот возможно как-то с одной стороны такое вот ну хотя бы на уровне намерения, да, движения, вот просто просто ко Христу, тебе нужен Христос? Давай, давай, двигайся, вот ты теолог, ты будь богословом, который, помните, как по слову Ивагрия, да, богослов тот, кто молится, вот давай молиться за литургией, вот тебе вот тексты давай читать, а с другой стороны мы говорим, что раз это светский вуз, правда сюда могут прийти и вообще самые разные ребята, мальчишки, девчонки, ну давай займись изучением вообще там психологии религии, социологии религии, иди, посмотри, поизучай, может быть, за твой какой-то такой вот уровень на сегодняшний день. И это тоже полезно, потому что важно, чтобы в государстве были специалисты, которые ну как-то профессионально к этому относятся, не по остаточному принципу, что вот знаете, еще не все вымерли эти старики, бабушки, дедушки, поэтому ладно, мы какую-нибудь там подругу поставим, пускай в райисполкоме занимаются религией, а что профессионально. И вот я хотел спросить, как вот из вашего опыта, знаете, и епархиального, и может быть вот такого действительно вы много путешествуете и по России, и не только по России. Вообще в светском вузе вообще нужно ли присутствие такого какого-то научного изучения религии? Или это такое, знаете, как-то блажь, а суть заключается в других вещах? Вы знаете, к религии подходить рационально можно дойти до кощунства. Религию нельзя изучать рационально, все-таки это область мистики. И я говорю, тут можно быть на грани уже. Я однажды присутствовал на лекции одного преподавателя, семинариста, который преподавал семинаристом, и он рассуждал о литургии, и вдруг в какой-то момент я понял, что мы сейчас дойдем до кощунства. Он подходил к таинству рационально, а таинство, сам принцип таинства, это таинственное действие, которое предполагает глубину, которую человек не может вычерпать во всей полноте. И эта глубина должна оставаться, пока остается эта глубина, пока остается непознаваемость в Боге, он остается Богом. Только, как только Бог станет совершенно понятен во всех деталях, он перестанет быть Богом, потому что он перестанет быть совершенством. Он станет предметом нашей мысли. И это будет понять. И понимаете, вот я только буквально на днях старца Сафрония одну главу читал, где он пишет, вот, кстати, о рациональном богословии, логическом таком, и о богословии духовного опыта, он по-депаративу поставляет. И он приводит там один пример, как один профессор богословия семинаристом вот разложил догмат о Святой Троице, ну, просто идеально, вот, казалось бы, во всех деталях он догмату Святой Троице объяснил, и вдруг в конце он, говорит, прибавляет такую фразу, ну, хотите, верьте, хотите, нет. И он, говорит, это и последние фразы, но все перечеркнул. Человек, который коснулся бы действительно таинства Святой Троицы, этот человек становится на цыпочки и говорит шепотом или просто плачет, он не может сказать вот такую кощунственную фразу, хотите, верьте, хотите, нет. Это вот как вот пример из древнего потерика, как монах зашел в храм и он увидел на амвоне, что проповедует бес. И вот он говорит, догматически говорит идеально, стилистически проповедь выстроена ровно. И этот монах пришел в недоумение и он говорит, а в чем, в чем соль-то? Он говорит, а я это говорю без благоговения и это становится кощунственным. Тот же старец Паисий Святогорец в одном месте он делает разницу между благочестием и благоговением. Помните, да? Он говорит, благочестие это как душистый одеколон, а благоговение как божественный фимиам. Благочестивым человек может и неверующий быть, а вот благоговейным может быть тот человек, которого коснулась благодать Святого Духа и вдруг он пришел в духовный восторг и он, я говорю, встал на цыпочки и он заплакал. У святителя Григория Богослова есть размышления, где вот он размышляет тоже о Троице, но говорит, вот есть какие-то точки зрения, там, да, он говорит, но как будет более славно говорить о Боге? Или у него вот это вот, ну вот, это как будто он становится на цыпочки эти, да, вот так говорить о Боге, так славно, значит, так правильно, вот, значит, вот это, это ближе к Богу, вот так говорить, да. Это, знаете, как вот патологоанатом может расчленить человека по косточке, по мышце, по капельке, но он никогда не найдет там душу. Эх, батюшка, что же вы делаете, как же мне теперь дальше преподавать с детьми после такого? У вас нет выхода, вам нужно стать святым. Вашими молитвами. Да. Ну, я про то, что, знаете, вы говорите им о Боге очень осторожно. Вот у меня есть фильм параллельный, мы в Англии его снимали, у меня там есть такие слова, что когда верующие люди пытаются все объяснить в теме Бога, они сами не понимают того, они унижают Бога. В Боге должна оставаться непознаваемость. Как вот Господь Моисея говорит, ты увидишь заднее Моя. То есть отчасти только ты можешь войти в познание Меня, но в полной мере Я непознаваем для тебя. Ты не тот сосуд, который вместит безграничное. Мне очень нравится когда-то в начале каких-то таких прикосновений к церковной жизни вот это слово «Аллилуйя». Так а что это означает? Так а что это? И ни в каком словаре не написано вообще, потому что это не про перевод, а это вот этот восторг души, который вот есть Бог и вот со мной произошло «Аллилуйя». А что это? А я вот «Господи, вот это слава Тебе». Это как я часто говорю, если человек, который никогда не любил, как ты ему объяснишь, что такое любовь? Он должен это пережить. Как человеку можно объяснить, что такое благодать святого духа? Ну, какими будешь ты апеллировать понятиями? Все, что ты приведешь, будет не то, а глупостью. Он должен это пережить. А что такое, батюшка, миссионерство? То есть вообще, что, на каком языке миссионерствовать, на каком языке говорить? Я все время говорю, если миссионер говорит только на церковном славянском языке, он плохой миссионер. Миссионер должен говорить понятно, доступно, но не конъюнктурно, ни в коем случае не опускаться в какую-то пошлость ради отношений. Иногда некоторые миссионеры пытаются не зайти на уровень молодежи, на их сленг, на их понятие. Как бы надо сохранять культуру, приличие, просто понимать их возможности. Я когда-то, я сейчас говорю о Иисусовой молитве, я когда-то пришел в молодежный театр города нашего и написал им пьесу, попросил поставить, и уже 15 лет этот молодежный театр со мной сотрудничает, они ставят сейчас не только мои пьесы, но я вижу, что насколько они качественно другие, нежели если бы они были не со мной, они не ставят развлекаловку какую-то, ну, культурную пошлость, там, они берут пьесы глубокие со смыслом, не обязательно религиозным, но просто философским, житейским, и это, я снимаю кино, хотя это тоже, это тоже миссионерство. но вы знаете, очень, вот для меня это вот и удивительно, да, то есть, я понимаю теоретически, да, что, ну, послушайте, в гармоничном человеке всё гармонично, и правда, есть духовное, душевное, телесное, и всё, оно должно как-то гармонично сочетаться, ну, поправьте меня, если я где-то так вот отхожу в сторонку, может ли быть и наука тоже моментом такого вот какого-то творчества, вот если человек сложен как человек искусства, он пишет, он стихи сочиняет, музыку делает, а кто-то также занимается наукой. И даже есть очень много учёных, которые верующие, глубоко верующие люди, просто я удивляюсь, как учёный может быть неверующим, когда он, для меня вот это удивительно, когда он стоит перед раскрытой книгой, такой глубокой, и верит, что эта книга из какого-то хаоса сама вот собралась, сшилась в листы, набралась, ведь у нас вся вселенная от макро-миры до микро, она архитектурно выстроена, но всё говорит об архитекторе, и мне кажется, настоящий учёный не может быть неверующим, настоящий учёный, хороший учёный, он должен понимать, да и наша наука же уже давно вышла, но физика, она давно не изучает мир через объектив микроскопа или телескопа, ведь многие открытия делаются просто уже цифрами, высчитываются эти открытия, не всё мы можем посмотреть, не всё, даже тема вот в нашей физике, тёмная материя, тёмная энергия, что такое? большая часть вселенной наполнена тёмной материи, тёмной энергией, которые не то, что увидеть, приборами поймать не могут, а как учёные доказывают, через формулу, что она есть, но объяснить не могут, или вот я часто привожу пример, вспоминаю, мы мальчиками маленькими лежали, летом любили лежать на траве и смотреть на звёзды, и мы задавались вопросом, а что такое бесконечность? Как она может быть бесконечность? Как её можно охватить умом? Или как может быть конечность? И мы тогда уже маленькими детьми понимали, что есть в мире вещи, которые наш разум не может понять, он просто берёт это как данность, смиряется перед этим как перед данностью, но разум не может понять бесконечность времени и пространства, или относительность времени и пространства, тоже мы просто живём это как данность. Наука, наука, смотрите, что она делает, она делает открытие, она открывает законы Божии, и в этих открытиях она потом импровизирует, она же не делает эти законы, она их не создаёт наука, она их открывает. Научные открытия, мы открыли этот закон, этот закон, и потом внутри этих законов мы импровизируем и делаем что-то уже в своей технологии высочайшие, но если только мы выйдем из этих законов, у нас всё сломается, всё рухнет, потому что всё очень закономерно во Вселенной. Один преподобатель семинарии, он как-то читал какие-то совершенно такие вот, как мне казалось, скучные занятия, и потом, чтобы как-то немножко ребят побудить к такому оживлению, он говорит, смотрите, что я вам принёс. И открывают эти красочные альбомы, где фотографии подводного мира, и там правда такие замечательные фотографии, голубая такая вода, жёлтые рыбки, что-то ещё такое цветное. И он листает, 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 и он говорит, знаете, зачем я это вам показал? Я вот всё думаю, почему раньше Господь не показывал людям подводный мир или какую-то красоту каких-то там Гималаев, ну вот людям трудно было добраться, а потому что люди умели удивляться маленьким вещам, которые рядышком с тобой. Овечка красивая, вот это моя любимая овечка, это вот ребёночек такой милый. А теперь, когда мы ко всему этому привыкли, Господь открывает нам то, что прежде нам было недоступно, чтобы нас, как деток, порадовать чуть-чуть и тоже побудить вот такому к удивлению, к благодарности. И слушайте, я так это запомнил, вот такой скучный, как только там предмет был, но вот преподаватель, вот это немножко про науку, да, то, что вот мы открываем разные вещи для того, чтобы, ну, Господь говорит, посмотри, что я тебе принёс, посмотри, как красиво, и может быть, ты вот порадуешься, удивишься, это двинет тебя, как и подгоняется. Да посмотрите под микроскопом глаз мухи. Вы удивитесь. Мы ко многим вещам просто привыкли, присмотрелись, а ведь друг на друга посмотреть, ведь это, каждый человек, это вселенная. Отче, я вернусь хочу немножечко вот к тому, с чего мы там начинали, к такой, к молитвенной, к общинной жизни. Вот вы говорили о том, что, ну, не вы говорили, а это вот, ну, известно, да, то, что вы начинали как приходской священник, как строитель, и, в общем-то, вокруг вас образовалась, ну, некая община. Почему вы потом решили, что это будет монастырь? Почему не остались на уровне, вот, ну, вот такой вот, есть приход, хороший, добрый приход, зачем монастырь? Зачем сегодня в современном мире вообще этот монастырь нужен? Для чего это? Ну, во-первых, это выросло все естественно, Господь так благословил, а во-вторых, понимаете, всегда даже христиан, среди христиан были какие-то чрезвычайные люди, уникальные люди, которым не хотелось ждать Царство Небесное вот за добрые дела, когда-нибудь Господь меня помилует. Этим людям хотелось здесь и сейчас. И они еще не удовлетворялись только чужим опытом. Они читали про батюшку Серафима Саровского, которого, кстати, на Афоне очень почитают, как великого Исихастра. И они не удовлетворялись тем, чтобы просто сочувствовать его жизнью, умиляться его жизнью. Им хотелось коснуться того, чего он касался. Конечно, понятно, не в полной мере, но хотя бы краешком пройтись вот по тому, почему батюшка Серафим... А ведь и батюшка Серафим когда-то почему пошел этим путем, потому что он тоже возриновал чем-то, чьим-то опытом и захотел не просто умиляться и восторгаться чьим-то опытом, а ему захотелось здесь и сейчас личного опыта. Бог, который далеко... Это очень грустный Бог. Бог должен быть очень близким, мне хочется иметь его рядом. А монашество предполагает все-таки отсечь по возможности, в меру все, что отвлекает от главной цели. То есть это концентрация на одной главной теме, идее. Это как человек удовлетворяет быть любителем или профессионалом. Если ты хочешь быть профессионалом, ты должен пожертвовать. Вот в области искусства многие жертвовали даже семейной жизнью, каким-то своим благополучием ради искусства, кто-то ради науки, всю жизнь занимается наукой и много себе просто не позволяет, чтобы максимально сосредоточиться на этой теме. Помните Шерлока Холмсона говорит, может быть Луна и ходит вокруг Земли, но мне в моей профессиональной деятельности это пока не надо. Для меня сейчас это лишний вопрос, я хочу оставить ум свой чистый для главной цели. И монашество это как раз те люди, которые хотели, желали всегда профессионально подойти к вопросу духовному, духовной жизни, молитве, узко сосредоточиться на этой теме, насколько это позволяет обстоятельства. И поэтому они искали такой жизни и у них был результат. То есть вы действительно видели то, что вот есть община, это все хорошо, люди хорошие, добрые. У меня было скричное разочарование. Когда мне было 50-летие, меня спросил один человек, отец Сергий, вот ты священник, у тебя шесть детей, вот говорят, ради сына посади дерево, построи дом, у тебя шесть детей, ты построил не дома, а построил несколько храмов, монастырей, расписывал на Афоне храмы, снимал кино, содержал приют для бездомных, 25 лет трудился в тюрьмах, занимался с молодежью, ты попечитель детского дома для слабоумных, и еще, 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 еще много. И вот он в конце говорит, ты удовлетворен? Я говорю, нет, нет. И это не игра, это, знаете, это вот состояние экклезиаста, который в жизни все попробовал, сказал, пока это не было в моем опыте, мне казалось это ценностью, когда я своим опытом это прошел и оставил позади, я говорю, это суета, это, и в числе прочего, он говорит, казалось бы, даже такие страшные слова, он говорит, даже добродетель это суета, если она вне Бога, не Христа. Последняя его фраза, в этом якобы пессимистичном произведении, и так живи и Бога бойся. Вот это вот скрепа, которая все-все уже потом может связать в одну линию, и поэтому все, что я не делал, ну, ты добился чего-то, а все равно пустота. Поэтому ради Бога, который где-то там далеко, меня это не удовлетворяло, Бог должен быть недалеко, а Он должен быть во мне. Мы когда были в Иерусалиме, снимали фильм, и нам один день попался гид иудей, такой практикующий иудей, идейный, и он, ну, так как я священник, он сам завел разговор на тему Бога, и он говорит, а знаете, отец Сергий, как мы переживаем Бога, а Бог для нас, Он везде. Я говорю, знаете, вот это ваше везде, оно вроде бы как и нигде. Бог настолько трансцендентен для вас, размыт вот в этом везде, а в христианстве это единственная религия, в которой Бог умаляется вот в точку человеческого тела, и он входит, это Бог не перед тобой, а Бог внутри тебя, даже больше того, это Бог часть тебя, как апостол Павел говорит, уже не я живу, а живет во мне Христос. Это удивительно, это вот в христианстве, то есть, такое чудо есть, когда Бог становится частью тебя. Батюшка, есть ли какие-то современные вот литература, какая-то фильмы, которые вам кажутся качественными, такими профессиональными, и в общем-то подвигающими человека к такому вот хорошему восприятию вот мира Божьего, христианства. Не знаю я. Не этого интересно? Нет, нет, мне все интересно. Мне вообще, почему я столько в жизни наделал, потому что мне все было интересно. Мне интересно, просто я не совсем в теме. Мне все интересно. Я вот сейчас вспоминаю старца Порфирия Кавсакалевита, удивительный, уникальный, святой. Однажды они сидели, трапезничали с духовными чадами, с монахинями, и вдруг он говорит, какой любящий у нас Бог. Он создал вкус пищи, он создал аромат пищи, ведь это все для нас. Сатана просто это извратил потом в чревоугодии, гортанобесе, но в принципе-то вкус и запах создал не сатана, а Бог, чтобы порадовать человека. И даже взять древний Патерик, казалось бы, эта книга о величайших аскетах, Ава такой-то приходит к Аве такому-то, и он его просто угощает пищей, и ради него нарушает свой пост, все должно быть естественно, ничто не должно быть идолом, приоритет ценности должен быть сначала духовное, а в духовном все возможно. Отче, вы не первый же раз в Беларуси, да? Второй. Второй раз, да. У вас сложилось какое-то впечатление о стране, о людях? Сложилось впечатление, наверное, такой спокойный, народ труженик. У меня почему-то такое впечатление сложилось. Люди, которые любят трудиться, которые такие в труде уравновешенные, все-таки если коммунисты говорили, что труд из обезьяны сделал человека, я думаю, я иногда перефразирую, если мы перестанем трудиться, то мы станем обезьянами. Ну, доброе впечатление, конечно, от Беларуси, а еще я сегодня говорил такое впечатление, что я почему-то не переживаю Беларусю как за границу, я почему-то ее переживаю как Россию, ну, как часть нашего народа. Своя родина, свое одно целое. Благодарю вас, отец Сергий, время, которое вы уделили, за сердце, которое вы вложили, за вашу улыбку, за ваше размышление. Спасибо вас, Господь, прошу молитв о нас, вот, и о нашем институте, потому что, правда, я немножко вот как-то пытаюсь про него заговорить, ну, как смог, так сказал, но если возможно, то вот помените. Божьей помощи вам, конечно. Спасибо, Христос. Да, с Богом. Христос. Спасибо.